Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме, Олег Пек, Александр Шунин, здравствуйте всем Доброе утро Да, и поговорим мы о теме, которую анонсировали в прошлом часе Как раз действительно стоит посмотреть на фотографии, не знаю, каждый раз, когда отмечается там годовщина Балтийского пути, Атмады Мы видим как будто бы единение трех прибалтийских государств, будущих стран Между тем, вот отношение Латвии с Литвой портит не квартирный, а нефтяной вопрос И действительно парадоксально, что Латвия и Литва единственные страны, члены Евросоюза, которые не пришли к согласию по поводу морских границ Почему так происходит И может быть о какой-то истории, предыстории этого вопроса и конфликта Мы хотели бы спросить человека, который занимался специально этой темой Денис Кишиневский, литовский журналист, с нами на прямой связи Здравствуйте, Денис, доброе утро Доброе утро Насколько все серьезно, и действительно ли залежи на шельфе Балтики настолько серьезны, что это может портить не первое десятилетие, а отношение, в общем-то, дружественных и соседних стран И, кстати, не только же нефть является причиной раздора, но и рыба тоже, но об этом, наверное, чуть позже Что с нефтью, Денис? Вы провели целое расследование, оно вышло на Делфи Расскажите, пожалуйста, вкратце Изначально, наверное, нужно порекомендовать всем слушателям прочитать статью, которая вышла на портале Делфи Посвящена вопросу нефти, точнее, его залежам на условной разграничительной границе между Литвой и Латвией В чем суть дела? Действительно, есть повод полагать, что на условной морской границе между Литвой и Латвией расположены крупные залежи нефти Они не добываются Для наших стран этот вопрос, эта проблема главным образом представляет интерес в том смысле, что государства, Балтийские республики не могут подписать, точнее, ратифицировать договор о морской границе И на данный момент мы являемся единственными, как это ни парадоксально, странами Европейского Союза, у которых такой договор не ратифицирован При этом одновременно Литва и Латвия заявляют о себе как о самых близких союзниках, а о самых дружественных странах И вот у меня сразу вопрос, что значит условная разграничительная граница и почему нельзя как бы двум странам-сестрам как бы совместно организовать добычу нефти Ну то есть вот как бы сказать, что да, давайте совместно будем пользоваться этими полезными ископаемыми Знаете, поскольку я литовский журналист, возможно, я буду чуть-чуть тенденциозен, но вообще ваш вопрос, постановка вашего вопроса звучит точно так же, как ее формулируют все литовские политики Все литовское руководство, адресовывая ее латвийским представителям Литовцы на уровне президентов и нынешнего, и предыдущего, и нынешнего главы МИД, и предыдущего главы МИД задают точно такой же вопрос латвийской стороне Почему мы, точнее вы не можете ратифицировать договор, чтобы после этого мы совместно приступили к полноправным исследованиям и, возможно, добыче нефти, углеводородов в случае успеха Тут нужно подчеркнуть, что литовская сторона подписала и ратифицировала этот договор еще в 1999 году Латвия изначально тоже не выражала претензий по этому вопросу, договор подписала, но ратифицировать отказалось И здесь камнем претензия стала нефть, и получается так, что не ратифицируют этот договор до сих пор Корень противоречия вообще между Литвой и Латвией заключается в том, что Литва предлагает сначала, как и было условлено, ратифицировать договор о морской границе И потом переходить ко всему тому, что касается вопросов финансов, добычи, экономики, исследований и тому подобное У Латвии другая позиция Латвия предлагает на берегу изначально договориться о том, как мы будем делить шкуру неубитого медведя И только после этого приступить к ратификации договора Латвия очень боится, что если страна ратифицирует договор, то она потеряет потенциально очень прибыльное и хорошее месторождение Которое находится на данный момент разгречительно условной границы, так как не ратифицирован договор Если он будет ратифицирован, возможно, большая его часть окажется на территории литовской страны Ну, это понятно, своя логика есть у каждой из стран Но давайте как-то чуть дальше, чуть глубже в Эстонию В Эстонию, в Эстонии еще нам не хватало В историю углубимся Разведка вот этого шельфа была произведена латвийскими учеными Я так предположу, где-то в 60-е годы латвийские ученые сказали там десятки миллионов тонн нефти Или было немножко иначе? Она частично производилась латвийскими учеными, литовскими учеными Здесь правильно было бы сказать советскими учеными Поскольку когда советские, на тот момент бывшие советские республики стали исследовать этот вопрос Это был топик союзного подчинения Скажем так, союзного подчинения Поэтому все вопросы курировались Москвы, курировались центром Местные ученые привлекались как специалисты, поскольку они знают и понимают, что творится на шельфе Как следует вести геологические работы Но основное внимание, основным получателем выгоды, основным интересантом, конечно, являлась Москва Поскольку этот вопрос очень серьезен Все, что касалось углеводородов, нефти находилась в компетенции центра Но тем не менее, вопросы курировались на местах Как оцениваются эти залежи? Потому что я так понимаю, что как у Литвы, так и у Латвии есть собственные и отличные друг от друга оценки того, что там находится И сколько это может стоить на рынке Цифры звучали разные Литовская сторона заявляла о том, что на шельфе Балтики упокоится около 100 миллионов тонн нефти стоимостью 70 миллиардов долларов США Сегодня, возможно, эти оценочные утверждения касательно стоимости нефти изменились С поправками инфляции, с поправками изменения мировых цен на нефть Но мы говорим о десятках миллионов тонн нефти, приближающихся к отметке в 100 миллионов Можно сказать так Тут еще нужно понимать, что литовская сторона дает чуть-чуть большие цифры Поскольку говорит о территориях южнее условной разграничительной линии Сегодня этот термин будет звучать много раз Латвийская сторона может заявлять о меньших объемах Так как она ориентируется на то, что идет на север в сторону континентальной России и Эстонии Как вообще появилась эта условная разграничительная линия и кто ее определял? И в принципе, какие перспективы того, что она может из условной стать реальной? Дело в том, что она не появилась никак Так она появилась в 90-х, когда шли длительные переговоры об установлении государственных границ Сухопутные границы, если я не ошибаюсь, Битвой и Латвии были определены И была принята такая договоренность в 1992-1993 годах И Литовская республика, что было логично, что было понятно Предлагала автоматически и сразу решить вопрос о морской границе Латвийская сторона отказалась это делать Причем в начале 90-х Литва не совсем понимала, почему латвийская сторона не собирается этого делать Чуть позже этот вопрос прояснился, когда заговорили об углеводородах и о нефти По состоянию на сегодняшний день ничего не меняется Из недавнего мы знаем, что уже не новый президент Литвогитана Снауседа И уже не новый президент Латвии Эггл Слэвец в 2019 году на совместной встрече громко заявили Что мы готовы решить вопрос о подписании морской границы Потому что это ненормально, неприятно и не очень красиво Однако сегодня уже 2022 год И явных подвижек, явного прогресса, каких-то громких сообщений в прессе мы не видим В Литовской какие-то сообщения, какие-то вопросы мелькают Литовская сторона этот вопрос поднимает В латвийской прессе я анализировал, пытался найти эти статьи Не нашел никакой информационной повестки по этому поводу Но в комментарии Латвийского МИД, который тоже представлен у меня в статье Говорится, что стороны проводят консультации Относительно недавно на встрече премьеров Латвии и Литвы Ингрида Чеманипи и Каренша Снова поднимался этот вопрос Есть какой-то небольшой прогресс, подвижка, движение в позитивную сторону Но до ратификации такого договора еще очень и очень далеко Поэтому мы не знаем, когда эта разграничительная линия остальными государствами Как она появилась? Есть разные варианты установления этой государственной границы Предлагалось установить ее и взять за основу то, что было в межвоенных республиках Потом предлагалось взять некую советскую линию И Латвия в какой-то момент настаивала и пыталась протолкнуть мысль о том Что может быть условная советская линия наиболее хороший вариант Хотя здесь нужно понимать, что этот термин условная советская линия Он используется мной не случайно Так как она тоже мало чем обоснована и мало чем определена Те, кто профессионально на уровне чиновников, кадровиков Министерства иностранных дел занимаются этим вопросом И в Латвии, и в Литве, как правило, отвергают Вариант, который касается советских линий С ними очень сложно разбираться и понимать, какую она была, как ее нужно оценивать Что касается инфраструктуры, вы оценивали, какая из наших стран Более готова к добыче, к разведке, к переработке, в конце концов? Латвия, безусловно, Латвия, поскольку латвийское государство Начиная с конца 90-х выдало несколько лицензий Частным компаниям, частным игрокам на исследование И потенциальную добычу нефти, где в среднем в Латвии В случае успешной добычи принадлежало бы 10% От полученного из недр литовско-латвийской земли Литовско-латвийского шельфа Литовская сторона не выдала за все последние 20-30 лет Ни одной из честных компаний никакой лицензии Поскольку Литва настаивает на той позиции, что Никакие исследования, никакая добыча невозможны До решения правовых нюансов, до ратификации договора И в целом эта позиция литовского руководства Понятные крупные компании Которые потенциально претендуют на исследование и добычу Они разделяют эту позицию Так, в частности, крупный концерн АМОПО Американский, который в 2018 году уже стал частью British Petroleum У которого есть соответствующая лицензия Эта лицензия была получена еще в 1999 году Компании от латвийского государства Не предпринимает никаких работ, пока Литва и Латвия Не придут к этому соглашению В принципе, дух ситуации говорит о том, что Никакая добыча невозможна, пока нет четкого договора Поскольку даже если будет достигнут какой-то успех Далее компании ничего делать не смогут Поскольку даже Литва Очевидно прибегнет к международным арбитражам И аннулирует все попытки Добывать нефть Без ее ведома Если между странами не подписаны договоры Логично Граница на море является плавающей А вот как говоря про эту плавающую границу В какую сторону она может измениться По мнению обеих сторон То есть я понимаю, что из этого Условно говоря, стороны не могут договориться Потому что одна сторона рассматривает так вот границу А другая считает, что граница должна пройти по другим рубежам Прав ли я? Позиция Литвы сильнее Если будет ратифицирован договор И литовская, и латвийская сторона понимают Что вот то потенциальное богатое нефтехранилище Е24 Где исследований комплексных, грубо говоря, не проводятся Мы знаем, что Латвия в какие-то годы пыталась что-то активно исследовать Что-то находить Попытки не увенчались большим успехом Но нужно понимать, что никто хорошо не копал Не искал в месторождении Е24 Если договор будет ратифицирован Львиная доля этого месторождения Очевидно окажется на литовской стороне Именно поэтому Латвийское государство заняло такую позицию Что для него жизненно важно сначала подписать экономическое соглашение А потом ратифицировать договор Чтобы можно было с этим работать и закрепить за собой право на какие-то источники Говоря простым языком, ситуация такая Литва говорит, давайте сначала копнем, поймем, что там и поделим Латвийская сторона говорит Нет, это Латвия говорит как раз таки Латвия говорит? Да То есть она Латвия предлагает сначала договориться, а потом понять, что мы делим Нет, ты абсолютно все противоположно понимаешь Это Литва Литва говорит, что мы давайте договоримся А Латвия что говорит? Литва говорит, давайте сначала мы доведем до конца то, что мы начали в конце 90-х Решим вопрос о границах Ратифицируем Латвийская сторона ратифицирует соглашение И потом займемся всем тем, что касается нефти Полезных ископаемых и так далее и тому подобное Латвийская сторона предлагает сначала поделить шкуру неубитого медведя Поскольку, возможно, нет там тех месторождений богатых Точнее, они есть, но, возможно, это целесообразно с точки зрения прибыли Ее добычу невыгодно Латвия предлагает сначала все поделить, а потом приступить к ратификации морского договора И эта позиция достаточно слабая, поскольку сложно понять, как это все делать Вроде бы экономическое соглашение подписано, но вопрос о границах не разрешен Спасибо, что поправили меня и дали понять То есть, получается, что Латвия боится, грубо говоря, что Литва кинет Что достанется большая часть этих залежей Несмотря на то, что у нас, казалось бы, больше готова даже инфраструктура И мы готовы уже прям завтра качать Но в полной себе позиции Латвия как государство вряд ли готова качать, потому что у Латвийской республики таких инструментов нет Но есть лицензии выданы Латвии, латвийским государствам, латвийскими ведомствами, частным иностранным компаниям И гипотетически, да, буквально завтра они готовы начать исследовать, бурить в тех масштабах, о которых раньше не говорилось Латвия боится, что Литва ее кинет С другой стороны, на протяжении всех последних 20 лет Все литовское руководство, все литовские министры иностранных дел Открыто заявляют В их риторике доминирует Тезис, что давайте развивать эти месторождения вместе Давайте исследовать их вместе Давайте получать возможную потенциальную выгоду от этого вместе Мы не отказываемся работать вместе Мы просто ждем, что латвийская сторона ратифицирует договор Мы сможем приступить к каким-то предметным и более детальным подвижкам Кроме того, здесь нужно понимать, что если для Латвии вопрос нефти стал каким-то принципиальным Литовская сторона не очень-то и стремится исследовать месторождение и добывать нефть Зеленая повестка в последние годы стала доминировать настолько, что Литва не заинтересована в этом вопросе Поэтому она и стремится раздавать лицензии Это еще и идет в разрез с последними тенденциями Евросоюза зеленой экономики И получается так, что это в принципе вообще может стать бессмысленным вопросом Если мы правильно все понимаем Ну слушай, когда у тебя под ногами лежит 100 миллиардов долларов Ты их можешь либо брать, либо отложить на черный день Зеленая повестка, незеленая повестка, какая угодно Оно у тебя либо есть, либо у тебя нет И лучше, если оно у тебя есть на всякий случай Мало ли что произойдет Куда там маятник очнется Он сейчас с углем, с дровами то же самое Вот давай представим себе, что вот где-то здесь лежит Ну вот я просто представляю себе гипотетическую ситуацию Я говорю, Шонин, давай мы сразу договоримся Все, что мы найдем вот в этой комнате, мы делим пополам А ты говоришь, нет, вот давай вот мы проведем эту линию И дальше вот, ну уже будем А я боюсь, что вдруг окажется вот этот условный клад на твоей стороне И тогда я останусь с носом Я говорю, нет, Шонин, давай все-таки вот на берегу договоримся Что вот мы все пополам Нет, давай сначала все-таки проведем эту линию А затем, ну да, наверное, гипотетически Я всегда очень рад Я просто, ну, объясняю позицию Латвии Все-таки, да, я буду очень рад Тут забавно прозвучала у Дениса фраза Была плавающая граница Ну, это же граница по морю, она в любом случае будет плавающей Не, ну я согласен, конечно, сели, подписали 50 на 50 Или там в любой другой пропорции Все, и дальше Опять же, да, Денис только что сказал Может быть, до этого в принципе не дойдет А может и дойдет Никто не знает, что там в Техасе они накачают Что они там на Ближнем Востоке накачают Но лучше иметь, конечно же, что у тебя вот есть и изведано на всякий случай А может ли, ну вот тогда теперь вот просто Такой очень действительно неприятный вопрос в лоб Может ли это привести к конфликт, к ухудшению отношений Латвии и Литвы Учитывая, что деньги из-за денег ссорятся и крепкие семьи распадаются Дружба-дружба это бачок в рось Бачок в рось Здесь нужно вернуться к вашему предыдущему вопросу по поводу зеленой повестки Очевидно нет, это не приведет к резкому ухудшению отношений Если за последние 25 лет ярких кризисов не было Точнее они были на уровне официальных лиц Просто может общество стран об этом не очень-то и знали Вот если говорить о последних шагах Литвы и Латвии Вот эта твердолобая зеленая повестка в конце концов привела к тому Что стороны уже сошлись на том, что мы развивать ничего не будем Литва не стремится, а Латвия, идя в ногу с Брюсселем Тоже уже говорит о том, что ну черт с ней с этой нефтью Будем развивать возобновляемые источники энергии Зеленая энергетика и так далее и тому подобное И на мой взгляд, продолжая мысль Александра Это конечно здорово, но одновременно печально Поскольку, если на секундочку представить, что эта нефть все-таки начнет добываться И Литва и Латвия получат классную подушку безопасности В виде миллиардных субсидий Отложат эти деньги на свои счета у каждого жителя наших стран Как у жителей Норвегии, кстати, будет какой-то фонд Незгораемая сумма, которую они смогут пользоваться в случае чего-то нехорошего В случае кризиса, в случае пандемии коронавируса, когда нужны деньги Было бы здорово Не обязательно использовать добычу углеводородов, как это делает Россия, страны Ближнего Востока Не обязательно ставить все национальные экономики на рельсы нефтедобычи Можно работать по-другому, можно работать как северные страны И мне кажется, наши страны бы от этого выиграли Но длительная, многолетняя, твердолобая позиция Нежелание прийти к компромиссу, решить этот вопрос И то, и другой стороны, будем говорить так Привело к тому, что зеленая энергетика вообще лишит нас возможности добывать, искать что-то Денис Кишиневский, литовский журналист Автор исследования о наших литовско-латвийских нефтяных войнах Был с нами на связи, огромное спасибо Давайте жить дружно Большое вам, Ачу, и хорошего дня Спасибо большое Спасибо, Денис, большое У нас небольшая пауза в эфире После чего мы поговорим о детских домашних обязанностях Что нужно навязывать детям Что нужно прививать им, любовь к домашнему труду Или пустить все на самотек Потому что им хватает, чем заниматься в школе на удаленке Через несколько минут мы снова с вами Утро на бал